Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Курс на нулевой травматизм. В Бавруйске прошло заседание горосполкома. Было установлено более 1250 нарушений законодательства об охране труда. Сколько несчастных случаев. Безрассудная мац. Госавтоинспекция остановила пьяную женщину, она перевозила малыша. Вот вы разговариваете, идет запах. Вы сами себя обработали? Конечно, я же ребенка маленькая. Какова цена обеспеченности? Пот, слезы и боль. Местные гимнасты на Олимпе белорусского спорта. Следующий старт чемпионата Беларуси будет осенью. Что скрывается за успехом? А также президентская критика, вид на жительство и отечественный аналог. Резидент ПВТ запустил новый цифровой платежный сервис «Икспей». Кому он будет полезен? Экономика основа всего. Президент продолжает инспектировать регионы. Вертолет Александра Лукашенко приземлился недалеко от постав. Встречали главу государства полным составом. Губернатор, министр сельского хозяйства, уполномоченный по Витебской области представители администрации. Все сейчас занимаются вопросами уборочной. И сразу критика. Президент недоволен сохранностью кормов. От этого зависит качество молока и мяса. Если только комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране, персонально ответишь головой. Ты видел эти ямы? Туда положили в июне месяце сенаж, и уже есть эта информация. И что произошло? После дождей все туда затекло. Жижа. Ты врач. Ветеринарный врач. Головой ответишь за это. Мы что, хотим скот угробить? И потом будем ахать-охать, что у нас падешь? А ты отвечаешь, Витебская область, чтобы была железная дисциплина. Надо тебе армия, подключим армию. Надо тебе милиция, бросим сюда все силы. Разбестились до крайности. Ни одного трактора на поле нет. Волки соломы лежат там, где никто никогда их вывозить с того поля не будет. Почему не измельчили, не рассыпали по полю, не запахали? Все по стойке смирно стоим, делаем вид, что мы красиво работаем. Эта работа никому не нужна. Так это в первом приближении, Владимир Павлович. Имейте в виду, мужики, поснимаю голову всем. Вторая точка, в том числе в цепи переработки молока, Поставский завод с его знаменитыми сырами. Президент посмотрел на технологии и уже после прошел большой разговор по состоянию сельхозотрасли. К слову, этот район уже не первый в списке для посещения после республиканского селекторного совещания по уборочной. Дисциплина, подчеркнул Александр Лукашенко, должна быть безукоризненной. Безопасность превыше всего. В Абруйске прошло заседание госполкома. На обсуждение вынесли вопрос охраны труда. Только за первое полугодие 2022-го зафиксировано 17 несчастных случаев. Два из них со смертельным исходом. Восемь привели к тяжелым травмам. Ситуацию держат на особом контроле. Как известно, лучшая тактика – профилактика. На местах проводятся семинары и еженедельный мониторинг объектов. Городской мобильной группой и мобильными группами районов были проведены 262 выезда. Было установлено более 1250 нарушений законодательства об охране труда. Второй вопрос – интернет-мошенничество. В частности, фишинг. Злоумышленники создают копии официальных сайтов банков. Жертвы переходят по ложным ссылкам и оставляют контактные данные. Аферистам достаточно всего 45 секунд, чтобы похитить деньги с карты. Специалисты акцентируют – нужно быть бдительны, и прежде чем вводить пароль и логин, следует убедиться, что страничка не фейк. Между тем, отмечают специалисты, количество киберпреступлений снизилось с 200 до 144 за аналогичный период прошлого года. Выпила бочку квасом. В Бобруйске остановили пьяную женщину. 31-летняя местная жительница была в машине не одна. На заднем сидении находилась ее подруга. В руках девушка держала грудничка. Ребенка – горе-водителя. Госавтоинспектор сразу почувствовал запах алкоголя. Однако нарушительница нашла другое объяснение. Говорит, пила кефир и квас. Медицинское освидетельствование показало наличие одного промилле. Женщине грозит штраф 6400 рублей, а также лишение прав на 5 лет. Автомобиль поставлен на штрафстоянку. Платежный сервис, лесной запрет и серая посылка. Белпочта предупреждает о новом виде мошенничества. На что не нужно вестись. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране хотят упростить выдачу вида на жительство гражданам Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, у которых есть белорусские корни. Сейчас МВД прорабатывает вопрос сокращения срока административной процедуры до одного месяца. С начала ведения без виза наше государство посетили свыше 164 тысяч иностранцев. Резидент ПВТ запустил в Беларуси новый цифровой платежный сервис «Икспей». Он может быть использован бизнесом и банками, а также в сферах торговли, страхования, медицины, туризма. По своему функционалу «Икспей» не уступает зарубежным аналогам. Можно самостоятельно редактировать интерфейс, подключать услуги, управлять платежами и формировать персонализированные отчеты. Жаркая погода привела к стремительному росту запретов и ограничений на посещение лесов. Повышаются риски возникновения пожаров. Меры введены в свыше, чем 60 районах. Посещать угодья абсолютно без проблем можно только в двух областях – Витягской и Могилевской. Белпочта предупреждает о новом виде мошенничества. Схема проста. На телефон поступает звонок. Человеку говорят, что на его имя пришла посылка с наложенным платежом. Ее нужно немедленно забрать. Отправитель, как правило, интернет-магазин. Казалось бы, все верно, но оператор почтовой связи использует другие методы работы с клиентами. Сезон охоты на пернатую дичь откроется 13 августа. Разрешены как ружейные, так и безоружейные способы, но только в светлое время суток. В списке 25 видов птиц. При любом законном нахождении в угодьях не запрещена также добыча волка, енотовидной собаки, шакала, лисицы, серые вороны и сороки. С собой обязательно должна быть путевка. Грация на пределе. Бабруйские гимнасты продолжают писать славную историю побед. В 2022-м в копилке уже золотое серебро первен страны. Растет будущего чемпиона в спорткомплексе на интернациональной. О цене успеха Максим Кембель. Гимнастикой я начал заниматься в 7 лет. Тренер пришел в школу, проводил набор. Все. Передал записочку. Я передал ее родителям. Родители меня сюда завели. Все меня посмотрели, сказали, все, будете заниматься. И вот уже на протяжении 13 лет графика Олега Тесельского остается неизменным. Тренировки, соревнования, сборы. Признается, кровавые мозоли для гимнаста – дело привычное. Но ведь только через труд, а порой и боль, можно добиться результата. Парень – мастер спорта Беларуси, двукратный чемпион страны, член национальной сборной. Следующий старт чемпионата Беларуси будет в 8. Приедут ребята из России, нужно показать хороший результат. Рядом на перекладине с космической скоростью свое тело раскручивает Артем Боки. Сценарии прихода в гимнастику у парней схожи. У последнего – опорный прыжок и любимый вид. По сложному списке награды из национальных турниров. Цель мастера спорта – олимпийское золото. Это очень красиво, интересно. Ну, опасно, конечно, но… Допустим, мне бегать скучно. Допустим, если легкая атлетика, бегать, ну и бегаешь. А тут сальто, там, в войне сальто, поочи, винты, там, турник, брусья, перекладина. Сейчас спортсмены только вышли из отпуска, начинается процесс восстановления набора формы. Всегда рядом наставник, где-то подскажет, подстрахует, успокоит. Занимаются ребята под началом тренерского тандема – Жанны Косиновой и Дмитрия Куприна. Секрет успеха их подопечных прост – ежедневные монотонные тренировки и стопроцентная отдача своему делу. Мы сейчас и ориентируемся на мировой уровень, на тех гимнастов, которые, скажем, топ гимнастов, гимнастов первого класса. В данном случае вот ездили на озеро Круглое, поработали с россиянами, посмотрели, как они тренируются. В принципе, наша работа практически ничем не отличается от их работы. Ну, это советская система старая. Вот она просто модернизируется, скажем, под новые сложности спортивной гимнастики. Вот. Наша задача – поднимать базу, до уровня мировой базы, поднимать исполнение и конкурировать. Спортивная гимнастика – олимпийский вид. Он включает в себя соревнования в вольных упражнениях, на снарядах и в опорных прыжках. Программы на коне, перекладине, брусьях, кольцах – это красота, которая завораживает. И одновременно большая опасность. Порой атлеты жертвуют собственным здоровьем ради самых высоких наград. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Счастливо.